Если ваша дача находится в живописном месте и сразу за забором начинается чудесный сосновый бор, то у законодателей для вас новости. Защитить лес от пожара теперь ваша прямая обязанность. Сразу после схода снежного покрова и до первых осенних дождей вы должны очищать участок от сухих веток, валежника и других хорошо горящих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Или можете оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее полуметра. С этого года каждый правообладатель земельного участка, это может быть и как действительно дачник, так и простой гражданин или фермер, он обязан позаботиться о содержании своей земли, которая находится в его распоряжении, пользовании или собственности. Раньше это возлагалось на органы местного управления. Особые материальные затраты на противопожарные мероприятия понесут, конечно, не дачники, а владельцы земель сельскохозяйственного назначения. При этом минимальный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет 1500 рублей для граждан и 50000 рублей для юрлиц. Вторая законодательная новелла также касается собственности. С 1 марта бесплатная приватизация жилья стала бессрочной. В Архангельском отделе приватизации выдохнули с облегчением. С января в отделе выстраивались очереди. Говорят, свои квартиры успели приватизировать даже с десяток новоселов из социальной многоэтажки на Московском 52. Желающих оформить жилье в собственность было так много, что пришлось вводить систему предварительной записи. Сейчас у нас запись на две недели вперед. То есть с середины марта мы ждем граждан, горожан, желающих приватизировать муниципальные помещения уже в свободном порядке. Еще одно важное изменение произошло в фармацевтической сфере. В первый день весны вступил в силу новый приказ Минздрава РФ. Он, среди прочего, обязал фармацевтов рассказывать клиенту об аналогах покупаемых им лекарств. Это одно из требований этого нового приказа. И он определяет для обязывательного фармацевта раскрывать эту информацию. То есть не только по тому лекарственному препарату, который он запрашивает, но и по тем аналогам с тем же действующим веществом и также их цельными характеристиками. В этом месяце фармацевтов ждут и другие изменения. С 31 марта запрещается розничная продажа этилового спирта в аптеках. А продукция, произведенная с использованием фармацевтического этилового спирта, будет изъята из незаконного оборота. Предполагается, что это позволит пресечь распространение алкоголя через аптеки. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе.